На самом деле, у меня был самый смешной, пожалуй, день за очень-очень долгое время. У меня был юбилей в театре. Я играю в детском театре «Снарк». И у нас было 10 лет театру. Это было фантастически смешно. Мне две песни были особенные. Вообще, я поняла, что мне очень смешно от песен. Есть несколько песен, которые мне прям смешно. И вот там они прям все прозвучали. Я могу поставить маленький кусочек. В общем, сейчас расскажу. Одна песня у меня не записана. Мне было очень смешно, поэтому я не смогла ее записать. Она была... Вот так стояла? Да. Мне было искренне весело. Она была про то, как хорошо было раньше, а сейчас плохо. И он там... Исполнитель Андрей Пронькин. И он уходит в этой песне все дальше и дальше, и дальше. И заканчивается она тем, что вот «Одноклеточный» было вообще супер. Мне было очень смешно. Прикольно. Типа, раньше он про свою жизнь пел или про вообще жизнь? Про вообще жизнь, да. Ну, когда «Одноклеточный»? Так, сейчас видео найду. Вот. И это была очень искренняя песня, которая мне была искренне смешна. Когда ничего вообще не получится. Свою кровь у них у них никогда не выйдет. Все, это какой-то песок. Что была эта песня про то, что ничего не получится никогда. Мне было так смешно, что я вообще... Это как будто, да, можно пожизнить из этой песни. Это гимн многих людей, да, даже присутствующих здесь. Это творческие капустники, да, всякие происходят? Или нет? Ну нет, тут один раз было так. А просто вышел с гитарой, а вы ничего не делали до этого? Ну, нет. Я буду лучше вопрос формулировать. Прости, пожалуйста. Это просто был юбилей, все поздравляли. Это Андрей Пронькин. Он не играет в нашем театре, он играет в другом театре. Он пришел поздравить и спел песни. Было смешно. Смеялись люди? Конечно, да. А, он не играет даже в этом театре? Нет, нет. И вы его пустили на сцену? Да, ну там гости были. А, ну это такое неформальное мероприятие? Конечно. А ты с чем-то выступала? Я вела. О, а ты когда ведешь, шутишь? Да, я надеюсь, было весело. Ну как, но зритель реагировал? Да. Субтитры сделал DimaTorzok